Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас 28 апреля 2016 года, четверг, чистый четверг, страстная неделя. Ну и вот поступило такое сообщение на наш форум, перенесли. Свежая новость вышла сутки назад по украинскому каналу. Срочная информация скинули люди с Украины. Просили вашей молитвенной помощи, одели всем нелегком. Ну знаете, тут так это раскинуто все, вот это овцы тут. И дальше подробно, подробно будет показано, что, ну тут пролонгено, как на него там нападают. Я это все переснял и перенес в Орд. Вот оно как выглядит. Так что я ничего не придумаю, ни одной буковки, ни одного знака припинания не меняю. Скинули люди с Украины. Просили вашей молитвенной помощи с Украины ко мне. О деле всем нелегком, если можно, просили отдельный видеоролик посвятить этому по разбору и советам. Выполняем. Епископу Лонгину, перенесшему уже три инфаркта, не просто разрешить сей вопрос, и ваш опыт, Игнатий Тихонович, был бы весьма и весьма полезен. Ну вы знаете, у него фильм «Фарпост» поставлен, там где-то к румынской границе ближе. Они там, когда с ними разговариваешь, они русские слова вставляют, говорят, украинские и румынские. Такой у них, говорится, диалект. Ювенальная юстиция во всей ее красе. Украина. Ювенальная добралась до владыки Лонгина. Он теперь епископ. Михаил Жар, его фамилия это звать. Это о нем еще в 2009 году вышел всем известный фильм «Фарпост», а затем и «Фарпост 2». Ныне епископ Лонгин, Жар, фамилия, на данный момент усыновивший около 450 детей. Почему сейчас и почему вам, Игнатий Тихонович, адресовано все это? Первое. То есть, во-первых, сейчас, потому что день назад в Волке ювенальной юстиции Украины увидели большое стадо детей, около 450, которых воспитывают в православии, приучают к труду. И да, есть наказание, хоть и не настолько строгие, как потеряевки. Это мне уже пишут, чтобы я разобрался. Второе. Адресовано вам. Потому как, видимо, так, кому как не вам в этой ситуации быть полезным. Вы выдержали все нападки на лагерь и сохранили его. Я начальник детского лагеря, основатель его. И нынче у нас будет 45-й год. Ну, говорить о нападках возьмем 99-й год только. Только за два месяца летние, два месяца, там, пять дней или что было, 15 краевых комиссий, в которые входили главные санэпидемстанции, милиция, прокуратура, пожарники. И там, ну, не знаешь, корреспонденты, телерадио, телевидение. Составили особый фильм против меня. Как защищаться? Я сказал, что вот бывают люди, которые говорят, ну и что? Я за свое место не держусь. Некоторые так, это козырну, дескать, убирай меня. Я так не могу сказать. Я считаю, кто так говорит, его нужно немедленно убирать. Он не нужен на этом месте. Если это место тебе недорого, ты его не защищаешь, зачем ты нужен? Но защищаться, во-первых, в рамках Святой Библии и в рамках Конституции. Если она не противоречит Священному Писанию. Я дальше скажу, как мы защищались. И нешуточное дело было. 15 комиссий. Краевая администрация. Представитель районной администрации плюс суда. И закрыть лагерь. А у него регистрация тогда была. И они ничего не могли сделать. Окончилось чем? Полным разгромом. Когда я вернулся осенью. Это уже обычно 10 октября. С 10 октября я возобновлял занятия в разных университетах. Регулярно до каких-то чисел первых в мае. Приехал, я позвонил на телевидение. Есть такое выражение. Требовать сатисфакции, удовлетворения. Вот оскорбили. Подрыв деловой репутации. Там проще. Да нет, это то. Я спрашиваю, вы приносите извинения или нет? Нет, подаю в суд. Да подавайте, что вы нас пугаете? Все кончено. Я подал в суд. Но когда начался суд, то дело повернуло по-другому. Главный враг оказался ГТРК. Радиотелевидение. Их никто не может взять. Подчиняется Москве. Московский комсомолец на Алтае. Главное предприятие в Москве. А зарегистрировано в Горном Алтае. Их не взять никак. Я пошел за советом к юристам высокого класса. Мне близкий друг, генерал-лейтенант, прокурор Алтайского края, близкий человек. Пороскун Юрий Федорович. А их не возьмешь. Они про нас пишут. Вышел заместитель, там ли кто, и вот так руки взял в карман. Мне говорят, а мы с ними разговариваем. Говорят, кулаками руки в карманах держат, чтобы ему не съездить. А наглые-наглые, говорят, такие. Я говорю, ну попытаться множество, да бесполезно. Мне говорят, если... Ну я знаю, что если. Я всех поднял на ноги. А тут задействована была еврейская организация ВНСР. Какой-то несколько профессоров. И все против меня. Что мне эфирного времени давали больше всех во всем Алтайском крае. Ну, три радиопрограммы каждую неделю. Одна часовая онлайн. Телевидение. В пяти университетах. Около двадцати школ. Техникум. Заводы, фабрики. То есть места нет, где бы я не проповедовал. Воинские частя. В счастье. Пять отделов милиции районных. Городское ОВД и краевое. Еженедельно я веду везде занятия. Ну и главное, это за эфир. Ну понятно, какому-то дают, а там, говорят, депутатам. Там время не выберешь. Ну вот, значит, начали они воевать. Вначале воевать, и Бог разгромил все. Кто писал статьи в московском комсомольстве? Сам Мольцев Александр. А так, говорят, лучший у них был журналист. Как только подал в суд. Еще суд не закончился. Его нашли мертвым. В последний день непонятно, кто его убил. Где-то в подвале. А документы все разбросано там по парку было. Ну, ко мне претензий никаких. Я ничего не трогал. Дальше. Который инициировал это дело подполковник милиции. Потеряевке там поселился. Прикрывает его дело. Там его дружок Октябрьского района. Широков, прокурор. А мне не говорят ничего. Это 129-й, кажется, уголовного кодекса. Я подал за клевету. Прикрывает, а мне не говорят. И прикрыли. А я не знаю. Ровно на старковой день ему в темечко Господь сунул. Инсульт, и он умер. Полковник. Потеряевке был. А он хвалился. Да у меня такие связи. Да я вас там что сделаю. У меня связи. Я много зла могу вам сделать. Милиционер. Действительно у него много знакомых. Начальник милиции. Генерал-лейтенант Чернов. Сотников. По политоотделу. Полковник-то. Мы начали молиться. Этого генерал-лейтенанта тут же снимают. Дело вознавлено. Дело под суд. Торговали квартиру. И Сотникова вместе с ним. Ну что, я позвонил в Москву, что ли. Сказал там Нургалееву там кому. Нет, конечно. Бог это делает. А который ставил фильм. С работы выгоняют. Которая там еще. Вторая передача была. Запретили на религиозные темы. То есть совершенный полный разгром. Я пришел в прокуратуру. Они мне на встречу радостные. Это как вы могли так сделать? Я говорю, понятия не имею. Так их нельзя было трогать. Но когда дошло до КТРК, оттуда приезжает, кажется, Масолов фамилия его. Вот на этом столе сидел. Он держал. У меня вот здесь вот приехал. Специально позвонил. Примите. Да. Что? Мы просим вас. Отзовите назад это вот ваше исковое заявление к нам. Мы поняли, что, конечно, неправильно там говорили с вами. Мы такой хороший фильм о вас поставим. Вот лагерь откроется. Я говорю, это не вызывает доверия. Вы еще не видели меня? В лагере не были. Уже хороший фильм. Мне не надо хороший. Мне надо правда. Непорядок? Так и пишите. А они там как издеваются над детьми. Суд, когда шел, ничего не подтвердилось. Родители не допускают. А у меня лагерь, где родители могут с детьми пребывать. Когда набирают, не знают, куда везти. А оказалось, все неправда. Много лет приезжают родители, знают, ну, суд, доказательства. Как интересно, санэпидемстанция, они решили так. Какой это лагерь? Что это за лагерь? Какие-то мазанки стоят. Это курятники? Детей постом заморили. Иван Смирнов. Кажется, Евгений Евграфович, что ли, что-то такое так. Такое хорошее у него отчество. В суде вот как было интересно. Да какой это лагерь? Судя, так, подождите. Вы там были? Да, был не раз. Это лагерь, у которого есть регистрация в кроваводеле юстиции. Он снова. Она говорит, так, прекратите. Они-то думали этим сбить. А она его на место. Фотографии, все, лагерь где-то. Да у них спят на этих, на вещевых мешках. Сколько у вас было в этом году? У нас больше ста девяти, я говорю, не было. Никогда. Она еще семьдесят детей только. А сколько у вас подушек? Я говорю, сто двадцать там. Еще бы ради они спали-то. Но вы были хоть раз, когда дети спали? Не был. Но как можете утверждать? А которые были, санэпидемстанция, у них, говорит, все выглаженное. В неделю стирают два раза. Каждую неделю баня. Там чистота. Ну, все, что было. То есть, ну, ничего не подтвердилось. Клевета. Значит, клевета, это другая статья. Клевета они собрались вместе и думали, что они сделают. Что интересно, когда первый раз на нас напали, мне это нужно будет. Как защищались? Защищаться, ну, в рамках, конечно, здравого разума. И вот как? У нас большая вышка, я построил ее там, ну, с первого года. Коровы уходят, и неизвестно где. Ну, заходят, куда коровы ушли. А у нас лага вокруг. Ну, как балки идут. Коровы. А теперь я ставлю там детей. А тогда сусликов много было. И коршун летает. Это у меня дежурная. Увидит коршун. Уходи, уходи, кричат. А другой внизу, под башней. И он бежит с прутиком и отгоняет. Так дети там в очередь, кому каждому охота на высоте побыть. Ну, и здесь бегать, гонять. Я говорю, вы смотрите, вот здесь вот наш колок, а колок, чистка, откуда с мамонтского района приезжают. Все время один был на готове бить большая рында. Ну, это кислородный баллон, большой он, звонкий такой. А в деревне предупредили, как только будет звон, удары. Ну, у нас до десяти. Один раз ударит. Собраться. Два раза, значит, там занятия, там три обеда, четыре Евангелия считать, пять враги приехали, пять. Маленько проходит время, и опять пять. Это, значит, напали на нас коммунисты, враги, или там, ну, не изверги какие-то. Деревня это знала. И вот когда дальше я считал, то они пишут, там, Смирнов, никто. То есть они тайно все делали. Когда комиссию собрали, в автобусе едут, кажется, два автобуса даже. Сейчас не могу сказать точно. И никто не знал между собой. Но лапки, но кто-то все-таки уведомил, как у него работает эта контрразведка. Да, никакой нет контрразведки. Дети караулили, дети. Они увидели, автобус выехал, а пыль-то идет-то. Этот сразу удалили в колокол. Парень говорит, у меня шкура слезла с рук. Ну, там что-то мозоль набил-то. Деревенским бегом бегут со всех сторон. Вон Марина Коимчуде, это Плотникова, она прибежала, один был в виде аппарата. И все это засняли. Но мы заранее написали плакаты. Дети бегом со всех сторон и на крыше. С крыши стянуть не могут. А крыша такая чуть-чуть наклонная. Деревья еще были небольшие. Я говорю, как только подъедут, мы потренировали, детей подготовили. Не заходите! Вот это нужно делать в монастыре. Не запускать никого. Это первое. Не заходите! И плакаты. И дети вдвоем держат. Там другие дети еще двое в первых рядах. На первой. Коммунисты-людоеды, займитесь своей душою. Дальше. Волки лютые, руки прочь от лагеря станут. Третий плакат. Бог не в силе, а в правде. Александр Невский. И вот такими. А все скандируют, не заходите. Меня нигде нету. Я ушел в другое место и молился там. Это вот самое правдное. Сам Михаил этот Жар, сам этот Лонгин, он не должен у них появляться нигде. Поберегите его. Но он должен в это время молиться. Я рассказываю. Раз обратились, я говорю. Это не заказной. Такой, чтобы я подготовился и что-то. Только поступил, я мгновенно вызвал Сергея. И мы сейчас пишем. И что? А ничего, милиция. А милиционер это участковый. Отец Аким подошел к нему и говорит. Вы видите, что делается? А я что должен делать? Залез в автобус и не вылазь. Тебе должность твоя дорогая? Да. Сиди, говорит. Тебя не перепишут к нему. Он потихоньку в машину и залез. Залез в машину. Все это снимают. Они стоят. Ну не будут же они в лагерь ломиться-то. Написано. Посторонним в лагерь стал не заходить. И у нас есть. Когда заходить могут? Когда возьмут разрешение? И у нас этот устав в краевом отделе юстиции. И они не могли зайти. Краевая прокуратура стоят. Кажется, полковник оттуда. Ничего не сделали. Но краевая прокуратура за нас была. Я потом спрашивал. Приехал Юрий Федорович, прокурора края. Как? И он, наверное, обиделся ваш этот. Ну кто там, заместитель? Нет, говорит. У них так строго. Мне, говорит, так понравилось. Понравилось? Надо же. Другое время мы бы накормили их. Но они пришли как враги. И поэтому мы не могли запустить всех. Я даже попутно как бы опережаю события. Вот это первое. Второе. Они приезжают в другой раз. Мы уже договорились с детьми. Вам это неприменимо. Но вы все-таки знать будете. Детей спрятать надо. Детей им не давать. И у детей не брать никакого интервью. Близко не допускать. Волки. Чего ради им их и нет своих отдам? Значит, другой стороной. Специальный воспитатель ведет их лагами вокруг деревни. Определенный большой зал там есть. И там смотрят фильмы в это время дети. Покормить их там. Они приезжают. Детей нет. Вот так. Ну, милиция. Мы имеем право зайти? Имеете право. Милиция, да, я запущу. Милиция запущу. У прокуратуры должно быть объяснение какое. Ну, мы тоже. Ну, женщина в юбках запустим. А если брюк, как женщина, не запустим. У нас правила. Ну, таких не оказалось. Санэпидемсанкции вы. Вас не запустим. Запомните. Вы никогда больше сюда в лагерь не зайдете. Вы враги наши. Вот нужно нам, чтобы вода была проточная. Так я говорю, у нас санэпидемсанкция проверяла. Выше среднее районное качество. Молока в прудах. Ну, а проточной воды нету. Ну, а проточной. Я говорю, ну, а как ее проточной? В степи сделаешь. А вы бочок поднимите на крышу, чтобы тикло. Я говорю, в дурдоме проверяйтесь в Барнауле. Тут логовая есть такая. Тихо, больница какая-то. Ну, дурью маются. Попутно сказать, как они нас душили. Санэпидемстанция и все это напечатанное там. Нет освещения. Как нет? Везде включило электричество. А на столбе вот такая лампа. Вот такая вот, а висит ртутная. Там все окрестно. Ну, у нас написано не так, опровергайся через суд. Ну, какой суд, когда вы видите? Так, столы, неструганные доски. У нас они струганные, сверху обитые клеенкой. Все чисто там, с моющими порошками. Ну, у нас так написано, опровергайся через суд. Но тут сильно помогло то, что за нас ступилась одна женщина, Снегирева. Снегирева Таисия. Вот. Она какую-то роль играет корреспондентом или кто в российской газете. А российская газета, это путинская. Учредитель правительства Российской Федерации. И там фотографии. Появляется статья и написано. Шабач нечистая сила против православного лагеря. А тут фотографии там помещены все. Остановка в пути там или что-то такое было. С разворотом. Так там краевая администрация. Начали исследовать. Кто фотографии сделал? Вызвали Волобуева. Это ваши фотографии? Мои. А как они оказались там? Это не просто так. Дать отчет перед Москвой? Для краевой администрации это было ущердно. Тут же две машины, полная администрация. Там приехали. Но тихонькая тишина. И главное, послали заместителя. Доктор медицинских наук Шохет Яков Нахманович. Еврей. Он мне операцию делал. Чудесный человек. Вот некоторые против евреев, я вам говорю. Он мне операцию делал. И мы с ним все везде. Все. Это компания. Тут сколько всех проходит. Он воды выпил из колодца. Мы колодец огромный сделали. Щит. Закрыли его, чтобы ниоткуда нельзя было отраву. Мы боялись санэпидемстанкса отравить нас. Что-нибудь там. Ну они волшебники в халатах белых. Там могут все делать. И у нас все было сделано так, чтобы нигде никакой отравы не было. И больных нету. И он все прошел. Везде проверил. На берегу сидим. Тут утки плавают. У нас везде написано стрелять нельзя. Уголок живой. Тут же чайка сидит, видно. Где дети купаются. Он мне говорит. И этому, который санэпидемстанцу. А эти нигде ничего не пробуют. Боятся, наверное, что я их отравлю. Санэпидемстанцы. Это Хорошев. Там Хорошев был. Смирнов. Хорошев из Барнаула. А Шойхет и говорит. А что особенного. Заплетенное. Заштукатуренное. Побелено. В таких мазанках на Украине я жил. Мы, говорит, люди живут. Я говорю, а тут только ночевать. От дождя спрятаться. Покрыто шифером. Дети спят. Чистая постель. Все осмотрели. А какие? Болел кто-то? Нет. Ну, хоть какие-то жалобы были. Никогда нет. Тогда было меньше еще. Это 99-й год был. Ну, и он мне, правда, дал предупреждение. Вот вы берете, говорит, детей, когда. Я говорю, так мы берем. И медики осматривают. У них что нет? Кожных заболеваний. Ну, педикулез там все остальное. Но есть болезни, у которых инкубационный период бывает больше недели. Вы его привезете. А он заразился в городе. Я говорю, тут мы ничего не сделаем уже, Яков Нахманович. Мы молимся об этом, чтобы не было. И он фактически снял с нас блокаду. После этого, как говорится, бабка отшептала, больше не было. Значит, что? Детей беречь, интервью не брать, самому епископу Лонгену не заходить. Я за ним очень внимательно слежу. Ну, обычно, когда арестовали меня, то говорили по санкции МГБ, что там несколько отделов в разных городах Сибири работает. А когда узнали, что это один человек вокруг него, они, говорит, не могут поверить. Вот я, Бог меня так благословил, я делал дела, которые никто не мог поверить, что можно сделать. И сделать, при том, в одном числе. Ну, как? Ну, допустим, я один в камере. Ну, не один в камере, а там 70 человек, один верующий. Ну, поговорите с теми, кто сидел. Да какой-то авторитет, да какой-то авторитет тебя забьют. Я только захожу в камеру, перекрестился. Мир дома всему. Тут уже главный руководитель, как говорится, Пахан подходит. Все уже знают, какая у меня 190 прим у Каэра, СССР. А что бы вы хотели? Я говорю, чтобы как-то воздух попадал. Мне очень трудно не курить. Так, вот до этого места, чтобы никто не курил. Так, долой. Они на одну шконку, койку, два-три человека. А мне две. Ты наверху сидишь? Пошел отсюда. Все, освободили. Я говорю, да зачем же так? Отец, не командуйте. Мы знаем, что делать. Ну, и все, всех повыгоняли. Я тогда вечером с 8 до 10, я говорю, я веду знания. Да вы будете вести занятия обязательно. У меня новый завет есть, псалтырию. Так, если в камере не курящие. Трех нашли. Тщательно с мылом вымыть руки. Я слово Божие дам. То есть благоговение. Так, лежать. Все лежат, вот как хозяин даст собаке. Лежать. Все легли на шконках. Главный-то, который-то, управляющий над ними. В камере, в камере. Сколько человек 70? В это время никому не курить. Поняли? Это духовное питание. А кто не знает, знаете. Если в камере хоть 100 человек, и тебе надо сходить по-легкому, ты должен осмотреть не во время обеда. Так, никто тут ничего не ест? Никто не ест? Не дай тебе Бог, что ты пошел оправляться, а кто-то ест. Так, ну, правила такие. Тебе, говорят, головой в параши затолкают. Так, это духовное питание. Чтобы никто не курил. Ни один не закурит. Охранники знают. Открывают камеру. Из двух этажей охранники собираются и слушают. Даже такое было. А можно это сделать? Это нельзя сделать. Ни у кого этого не было. Ни у кого никогда. У меня это было. А что? Благодать. Благодать. Начальник тюрьмы меня регулярно вызывает. Потом я буду вести у них занятия в тюрьме, когда освобожусь и буду реабилитирован. То есть я могу дать советы уникальные просто, которые были только со мной. Я к чему это говорю? К тому, когда я посмотрел форпост, я к себе прикинул. А мог бы я сделать, как вот этот отец Михаил Жар? Я щеткой ясно говорю. Никогда. Что сравнивают детский лагерь-то? На лето приезжают. А у него круглый год. Какой? Все строят там. Я что, не посмотрю у него? Да берет детей-то там по всей Украине ищут там СПИДом зараженных детей. Больных там, олигопренов. Кого только не набрал-то он-то. Этих детей, я знаю, там Гитлер. Вот сейчас в ИГИЛ. Они их сразу уничтожают. А зачем этот балласт нужен-то? Нужны они всю жизнь ими возиться. При условии, что Бога нет. А Бога нет. Спарта уничтожала их. Зачем они нужны? Но если Бог есть, то это подвиг. Подвиг. Как за ними ухаживают? Что у него эти инфаркты-то были-то? И я на все, что смотрю, на каждый кадр отвечаю, никогда мне этого не сделать. Несмотря на то, что у меня были уникальные дела, которые никто не сделает. Но это другая сфера. Теперь они просят совета. Вот смотрите, я дальше читаю. Рекомендуется. Рекомендуется к просмотру. Насильно. Ну, откройте дверь, пусть они идут. Родители отказались, брошены. Насильно. Это заказ. Наказывает их и заставляет работать. У меня родители расписываются, что я наказываю их и крапивой, и сеткой. У меня физическое наказание. Это приезжает даже ФСБ. Приехали врач, осматривает всех детей, кандидат медицинских наук. Ни одного нигде нету. Ну, уберите из устава, я не могу убрать. Должен быть страх. У меня полный контроль. Ребенок приезжает, первый день руку поднимает. Можно вопрос задать? Алешка, 7 лет. А можно у вас тут материться? Никогда не догадаешься, что могут спросить. Материться. Я тебя накажу, если будешь материться. Так он попадет у меня. Другие никогда не наказаны. Другого только чисто символически. Я по голенищу хлопну и говорю, ты слюнями подведи под глазами, что тебе больно. А крапиву выброшу. А ему скажу, беги скорее к умывальнику холодной водой, чтобы не так жгло. Понимаете, спрашивает, где вы в этом учились? Да нигде я не учился. Просто я люблю детей, и мне это интересно. Но в этом я просто о себе рассказываю, как мы делаем. Там бы, там другое надо что-то делать. Другое, я скажу, что другое. В конце. Я уже помолился об этом, и мне просто информации много пришло. Откуда-то. Куда же смотрят социальные службы, выпрошают они. На вопрос владыке Лонгину, заставляют ли детей тут работать? Владыка ответил. Детей приучаем к труду. Да, бывает, работают на полях. Что выращиваем, тем и питаемся. На что корреспонденты сами добавили. Заставляйте работать детей. А у нас, владыка, трудовой. Бывает у нас от 7 месяцев до 75 лет. То есть, возрастных форм нет. У бабушки там могут находиться, если мы их знаем где. И каждый ребенок обязан работать. Щепочки собирать. За стол не сядет, если не работает. И он напротив стола обязан стоять и смотреть. Но я ему предлагаю три горящих. Горящих это крапива ему. По мягкому месту. Как в интернете выставили. Рамка такая в интернете. Лечебная крапива жгущая по жопе. Слово жопа крупным написано. Вот это у меня и есть. Плаката такого нет. Но просто интересно. И мы тоже на огороде работаем. Чем дети питаются. У нас зелень всегда идет. Ну, а все равно и покупаем. На что корреспонденты добавили. Заставляют. И добавили. Работать во время учебы. Я это все пережил. Все это было. Видео можно смотреть в процессе. Переводить и комментировать. Как когда это было с комментариями на Чаплина. Чаплин был. Все было с такой. У патриархии. И напал на Андрея. И я его полностью разобрал. У него несоответствие действительности. Я насчитал 70 что ли было. Ну, я просто люблю это делать. Меня попросили сделать. И весь этот процесс снять на видео. То, чтобы я разобрал. Ну, тут что разобрать-то? Нападают. Дальше. Не забивайте. Вы нарушили закон Украины. Статья 182. Раздела особливающий криминальный кодекс Украины. Это уже защита пошла. Вы ранили сердце нашему дорогому отцу. Михаилу. Этому Лонгину. Всем детям. Монахам. Которые трудятся вместе. Вместе. Не вместе. Слово. С отцом. Ради нас. Днем и ночью. Вам желаю почувствовать эту боль душевную. Которую вы нам причинили. Вам Бог, судья. Желаю вам наилучшего. То есть, я выписал, что там много написано. Теперь, что я говорю. Конкретный совет. Ну, я сказал, что я бы этого никогда не сделал. Это подвиг. Форпост – это передовая охранная какая-то там линия обороны, которую они держат. Вот. И вот они построили сколько там храмов и прочее. Я смотрю с другой стороны. С другой. Дело делает нужное, великое, неподражаемое. Святое. Святое. Там Климент Ахрицкий такой в житиях. Так у него была школа. Три тысячи учеников. А-то не 450. А-то много. Три тысячи-то. Вот. Ну, как он с ними был? Не знаю я, в какое время там собирались они. А тут все есть. Тут вот в чем дело. Не обидеться только. Не делом вы занимаетесь, отцы. Не делом. Вы это образовали, сделали. Помогайте, чтобы были люди, спонсоры, благодетели. А сами занимайтесь другим. Говори. Говори. Да. Вот. Значит, Калиник в Потеряевке. Да? Ну, слушай, что я тебе сказал. Володя Старший, к батюшке сейчас сходите и благословитесь первым делом. Все. А дальше все пойдет как надо. Володя Главный работает с утра до ночи. Одного человека сегодня пошлите, ну, хотя бы на часок в храм помолиться. Чтобы один от нас был там. Одного человека в храм хотя бы на час. Каждый день, чтобы от нас был представитель. Чтобы мы под проклятый мироз не попали. Как бы ни были заняты, один человек, чтобы был в храме. Хотя немного. Но остальное, Володя скажет. С Богом, благодарю. Доехали. Все, уже в Потеряевке. Вот в это время, вчера он даже еще не звонил. Оперативно сработали. Все, встретили, привезли. Вот. Вы должны заниматься другими делами, отцы. Ваше дело благовестия. Нигде в Писании нет, чтобы Господь избрал. Вы детей набирали и занимались, сидели там. Пускай занимаются этим те, кому это положено. Сестры милосердия, верующие, которые будут детей содержать. Детей не отдавайте. Пусть они вырывают. Поставьте оборону, чтобы был акт насилия. За вас весь мир. Вот. Это необходимо. Вот я показал, как плакаты особые сделайте. Напишите. Детей приучите. Проведите там тренировки. И ни другого нет. Не заходите. В монастырь не заходите. Чтобы дети сцеплялись друг за друга. Не отдавали. Вырвут, утащат. Ну, волк похитил авсу. Такое бывает где-то. Не отдавать. Пока-то не утихнет обстановка. Монастырь этот распустить. Вы, конечно, неправильно поймете меня. Сказать, как распустить. Братья должны идти на благовестие. А останутся, может быть, человека два только. Самые престарелые. Смотрите. Мой ответ. Без эмоций. Деяние 1.7. Но. Деяние 1.7. Тут нельзя уже никак противоречить. Вот. Теперь я показываю. Это у меня так делается. Он же сказал им. Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Когда это будет? Когда снимет нападение в юридальные сицы? А корреспонденты это чернильные гиены. Которые расклевывают славу людей. Они могут любую подлость сделать. У них ничего нет. Работать не умеют. Заказ дела не будут. Но, понимаете. Вот на вас нападали когда. Я покажу даже. На меня много-много нападали. И сейчас нападают. Весь интернет заполнен. Больше меня нападок может только на патриархе Кирилла и на Путина. Но они ничего для меня не могут сделать. И Дворкина подключили. И Почаева. Но вас только хвалили. За форпос. Если хвалят. Понимаете. Не должно быть уравновешено. Допустим хвалят. Хвалят означает поднимают кверху. Ничего. Будут давить на другое место. Вот теперь вас дают. Чтобы выровнять. Вот если у вас здесь хвалили. То здесь должно быть нападение. У меня наоборот. Сначала нападение. А потом хвалят. Выравнивается все это. Это много об этом говорит отец Кирилл. Сахаров. На него нападают. Когда он говорит. Меня залезали со всех сторон. Ну. Господь и выравнивает чашу весов. Так что вас выравнивает. И при том. Любое гонение означает. Что вы не такие. Они нападают именно на вас. Вы должны радоваться этим. Вас Бог выделил. Если нападают. Это означает. Вы удостоились особой милости. Блаженных на имя ваше понесут. Как неугодное. Лонгеном. Отдельный разговор. Вот. Где Лонген выступил. Что не отдавайте сыновей на убийство. Воевать с Россией. Памятник ставили. При жизни бы таким людям. Если бы все так сделали. Наступил бы мир везде. В Сирии везде. Тем более в Украине. Которая сегодня. Размазана масонами. Из США. Против русских. Скачут школьники. Маскеляку на геляку. Разве это годится куда? Православная страна. Ну тут много на эту тему говорить. То есть. Неправильно. И поэтому Господь это допускает. Гей парады у вас были? Были. Отвечайте. И вот теперь все это у вас идет. И для вас как маяк. Вот этот Лонген Михаил. Не отдавать детей. Епископы все бы выступили. И в армию никто не идет. Ну что. Расстреливать будут. Народ поднимется. Ничего не будет. Сколько сейчас трупов-то уже. Речь идет не о двух. А о трех. Я не про Донбасс говорю. Вообще. Вообще. Это политика. Меня не касается. Где нужно. Я на ушко скажу. Я говорил уже. Когда начали там что-то делать. Отделяться вроде бы. Не надо было это делать. Не в Одессе. Не надо. Об этом Лукашенко Александр говорил. Да у России кто начнет отрывать. Там нельзя позволят. Вот там от Грузии оторвали. Там северная. Не надо это делать. Земли хватает всем. Не надо. За землю убивают друга. Карабах устраивают. Это я попутно сказал. Так вы же там русские были. Я говорю не надо. Не мне судить. Но я знаю что отрывать территорию от государства это плохо. Плохо. И никто с этим не согласится. И поэтому. Не было бы того что было в Донбассе. Там Донецке и прочее. Не было бы. А сегодня говорит. Тех которые воевали. Им не дают гражданство. С Украиной. Туда не принимают. И они завистили. Предательство полное. Давили. Это вообще никуда не годится. Поэтому. Говорим пока о Лонгине. Оставить. И идти на благовестие. Но вы. Примите силу. Когда сойдет на вас Дух Святой. Здесь такое. Если Дух Святой сошел. То он не с ребятишками возится дома. С больными. С коллегами. Со спидовскими. Но. И будете мне. Богу. Христу. Свидетелями. В Иерусалиме. И во всей Иудее. И Самарии. И даже до края земли. А край это. А край. Украина. Украина. Она на краю. Ее название говорит. Украина. Украина стоит. Российского государства. Монахи должны выйти на проповедь. Деяние 6.2. Тогда 12 апостолов. Создав множество учеников. Сказали. Нехорошо нам оставить слово Божие. Пищися в столах. Нехорошо монахи. Которые. Форпост. Сняли фильм. И находятся. Нехорошо. Что вы сидите там. Вам нужно идти на проповедь. И уйти навсегда. Обеты ваши не будут. Попорны. Не будут. Кирилл и Мефодий. Монахи были. Но пошли. Главная вина монашества. Что заблокировало. Такие силы. Видно. Там люди все хорошие. А есть столики. Пусть они там сидят и руководят. Молодых. Там вас наберется больше сотни. Идите. Это вам будет защита. И говорите о Христе. Немножко можете сказать о себе. Откуда вы. И как раз эта обстановка будет выравниваться. И дальше. Итак, братья. Выберите из среды себя. Семь человек. Изведанных. Исполненных. Святого Духа и Мудрости. Их поставим на эту службу. Что? Ухаживать за детьми. Вот. Кормить. Раздавать. Спонсоров искать. А мы. Кто мы? Но остальные. Которые старики останутся. Постоянно пребудем в молитве и служении слова. У вас нет служения слова. Я первый раз, когда посмотрел. Форпост и сказал. Все хорошо. А самого главного нету. Монастыри не для того, чтобы детей собирать. Жизнь человеку дана для чего? Вот. Они у вас есть уже собраны? Вам пока хватит. Рекорды ставить уже не надо. Вам никто не. Выше вас не сделает. И угодно было это. Предложение всему собранию. Вот я говорю. Угодно ли это будет? Или вы меня в число врагов занесете? Это будет неправильно. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. Это таких надо только на раздачу. Которые у вас останутся там. Духа Святого. А которые пойдут, они вдвойне должны быть. Облагодатствованы. Филиппа, Прохора, Никонора, Тимона и Пармена, Николая Антиохица, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами. У вас там тем более есть апостолы, как сам Лонгин, пусть еще епископы будут. И сие, помолившись, возложили на них руки, чтобы обед раздавать. Чтобы детей до поеда кормить, на ноги поставить. А они больные, вам оттуда никогда не выйти. Выйдите, притом немедленно, это в течение одного дня надо сделать. Вчера нам один позвонил уже по деревке. И Слово Божие, ни дети, ни количество детей росло. У вас этого нету, совершенно нету. И число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, то есть в Украине. И священников очень многие покорили верой. Священники-то не верующие. Вам нужно выйти всем монахам до одного, кроме престарелых, которые на костылях ходят. Они пусть руководят. Сестры тоже могли бы пойти, но одни они не пойдут. Другая обстановка. Пусть сидят там. И дальше несколько мест, которые пусть им послужат укрепление. Исайя 52, 10. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов. И все концы земли увидят спасение Бога нашего. Когда вы пойдете, сделаете, о чем я говорю, вы спрашиваете совета. Спрашиваете. Все остальное, как было, так и остается. Монастырь никуда не денется, дети никуда не денутся. Вы выйдете на благовестие. И тогда все концы земли, где вы будете до концов земли проповедовать, увидят спасение Бога нашего. Спасение в Духе Святом. Там уже разберитесь с этим. Если вам надо, крайне нужно, ну вот я вам совет еще один бы дал там. Ну, знаете как, я не могу. Это мы там мимо проезжали, я даже не поехал вас тревожить. Я вас не знаю. Мы были в Молдавии, до Лиссабона дошли. Прошли в Скандинавию, как благовестник. У меня 38 книг вышло, я везде их дарил. И дорогой говорил, может заехать к вам, подарить туда книги. То русские люди есть. Там вы нашли для себя все-все. Ну, если вы скажете, нам ваши книги нужны. Мне нужно только за перевод заплатить. Книги я вам бесплатно послал бы. От оттолкования на весь Новый Завет по святым отцам. Как образовать общины. Как благовестовать. Вы такой урок бы получили. Симфония по житиям святых мной составлена. На иконической книге. Ну, я вам скину. Заходите на наши ресурсы. Канал. Во свете Библии. Канал, видеоканал. Там наших 4300 роликов наших. Канал и форум наш. Я не знаю, куда это скидывать. Модераторам скажу, чтобы скинули им. Связи-то нет. 1580 или 90 тем разных полных. Ну, то есть у нас огромный-огромный материал есть. Я бы книги вам подарил. Но я не решился. Думаю, монахи, да, они слушать не будут. Они сразу меня заткнут. Но видите, вам Бог посылает утешение и укрепление. Вам это необходимо. Это не безболие Божие, что на вас нападение. Оно необходимо. Вы засели, все занимаете. А вас растрясут, и вы пойдете. Ну, а почему так говорите? Да потому так написано. Они сидели на одном месте. И считаем деяния апостолов. И когда началось сгонение, евреи, Синод, там, не Синод, а Синедрион, решили разбросать вот так вот по всему миру, искры-то, и разбросали. Восемь-то четыре, говорит, а рассеявшиеся ходили, благовествовали. Вас будут гнать, детей отберут. Берут, пусть занимаются ими, пожалуйста. Драться не надо. Никого не бить. Но не отдавать. А если вырвут? Вырвут, значит, все. Им так и скажите. Вы взяли. Это все только снимайте. Обязательно все снимать. Несколько видео в разных местах, чтобы было. Найдите хороших корреспондентов, которые любят правду. И материал будете им поставлять. Чтобы был журналист, который описывает все это. Но не дожидаясь этого, в один день проститесь и пойдите на благовестие. Кто по-румынии знает, по-румынски можно в Румынии проповедовать. Шенгенскую визу откройте только себе. Мы в Румынии были. Совершенно, можно сказать, страна нуждающаяся. Там цыгане почти. Нигде собак нету бегающих, там толпы собак. И там работаете, кто знает. Астаны на Украине. Астаны, Россия тут, через все рубежи идите. Я-то в России, в Барнауле нахожусь. Алтайский край. И дальше. Иоанна, 15-27. А также и вы, вы монахи, будете свидетельствовать. Потому что вы сначала со мною. Если только вы сначала. И было духовное рождение, у вас обращение. Вы меня поймете. Я вам говорю, единственное правильное решение. Другое правильное не может быть. Вам будут говорить, как защитить, как отбросить. Не надо этого. Такая вялая должна быть защита, одновременно активная. Как в нашем детском лагере. Плакаты. Мы кричали, говорили, и они отступились. Но у нас временно дети. Тут и родители поднялись. Но за детей это кто будет заступаться? Возьмут, пусть берут. И дальше. Михей, 3-8. А я исполнен силы Духа Господня. Моя маленький. Кто из вас может сказать это? Правоты и твердости. Вот вы должны быть такими. Чтобы высказать Якову. То есть, где Яков? Украине, правительством всем. Преступление его и Израилю грех его. Никого не бойтесь. Обличительное слово, приправленное солью. Марка 16-15. И сказал им. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Не подгузниками занимайтесь ребятишками. А идите по всему миру, господа монахи. Идите. Это Господь посылает вам толчок один. Господь видит, что это неверно, что вы такая сила. И сидите и не проповедуете. Храмов понастроили вам. Не надо больше строить. Не надо. За детьми пусть ухаживают другие. Матфея 24-14. И проповедано будет сие Евангелие старствия по всей вселенной. Возвидите со всем народом, и тогда придет конец. От вас этого нету. Совсем нету. Ну, люди видят, да, хорошие, рабочие, мужики, крепкие. Ну, и все дальше-то не идет. Это не ваше дело. Вы занимаетесь абсолютно не своим делом. И поэтому через корреспондентов Господь действует. Поблагодарите Бога, что Он вас тронул. Дальше. Матфея 28-19. Итак, идите, научите все народы. Все народы небольных ребятишек обихаживать. Крестья их во имя Отца и Сына Святого Духа. Никак на Украине лбы мочат. Там у вас Украина-то вся католичная уже. У вас вера-то православная, там, может, никакой уже и нету. Должно быть троекратное полное вертикальное положение. И как сектанты на спину. Предварительная катехизация. Чтобы они знали Священное Писание. Чтобы у вас сотни тысячи проповедников пошли по Украине. И будет мир другой. Чтобы всякая зараза была выжженная. Захария 4-6. Это, поймите, что не я это говорю. Это слова Божии. От меня-то чего вы услышали? Только как у нас было. Тогда отвечал он и сказал мне так. Отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарвавелю. А вы примите, что это слово к Лонгину. Это слово к вам выражающее. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Савовов. Это то, что говорил Александр Невский. Не в силе, а в правде. И вы, если послушаетесь, у вас изменение обстановки климата в течение, ну, самое больше 3 месяца. Это контрольное. 3 месяца. За 3 месяца эта проказа начнет сползать. Вы будете другими. Народ будет другим. Корреспонденты другие. Все будет другое. А что вы ухаживаете за детьми, это все так и останется. Еще лучше будет. Дальше. Исход 11.7. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес. Пес. Вот интересно. Гони мои буквы «О». Везде выкидывает. Языком своим. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Господь покажет различие. Какое? Между народом Божьим и те, которые не знают. И весь мир это увидит. И ни одна собака, ни один корреспондент языком не пошевелит. Мы это убедились. Такая будет помощь. А где-то кто-то лает там на меня. Ну, без этого нельзя. Это награду сплетает. Венок. Блаженный, если будут гнать вас за имя мое, вы делайте этого имя Христа. Дальше. Судя 7.5. Вот это очень интересное место. Не знаю, как вам оно подойдет. Кто знает Священное Писание. Но это мы же ролик не для одного делаем, только Лонгина. Он привел народ, Гедеон, к воде. И сказал Господь Гедеону. Он сам не знал, что дальше это делать. Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех, которые будут наклоняться на колени и свои пить. Ну, он же видел, как люди бывают. В пригоршню там взял и попил. А какая разница? Он не знал этого. Он вождь и не знает. И вы этого не знаете. Я думаю, не знаете. И было число лакавших ртом своим с руки, не с двух рук, а с одной. Триста человек. А их тридцать тысяч. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. Пить воду. И сказал Господь Гедеону. Тремя стами лакавших я спасу вас. И предам мадинетян в руки ваши. И весь народ пусть идет в каждое свое место. И вот у вас, если триста там найдется монахов, и вы их пошлете, пошлете, прямо благословите, возложите руки на благовестие. И Бог изменит обстановку. А теперь поясняем, почему именно разница. Смотрите, как человек пьет. Ну, я образно покажу. У меня ничего нет в руках. Ну, что-то я возьму. Ну, допустим, вот это у меня копье. Винтовка. Мне надо пить. Ну, как? Положил. Потому что не положишь ее в воду. Винтовку не положишь. Встал на колени. Наклонился. Это очень удобно. И попил. Нормальные люди так и пьют. И только триста человек, которых никто не учил, они как держали? Они держали в руках винтовка, снайперская какая. И так смотрели. Почерпнул. Пьет. И опять. Вот в чем дело-то. То есть, эти люди на страже были. Эти люди никогда не дремлют. Вот таких людей Бог ищет себе. Воинов. И вот это сделайте вы там. В первую очередь, епископ. Дальше, где он выступает, что не поминать патриарха Кирилла и прочее-то, это не мой вопрос. Я думаю, поминание ничего не сделает. Это лишняя вам канитель. Вот был этот диаметр. Диаметр. Ну и что? Затерли. Нигде ничего нет. Не сужу. Ваше дело. Право. Мы его поминаем не на молитве, а дома. Дома-то молитесь. Если там что-то это значит, то дома-то все молитесь. Отдельно. Келейно. Патриарх Кирилл нуждается в помощи от нападок монахов. Он ничего не сделал дополнительно к тем отступлениям, какие уже есть. Все католичено везде. Так. Я свожусь не больше как минуты три еще. Ролик заканчиваем. По заказу Украины. Так. Пришла сестра наша. Галина. Вот. Ну и больше что мне вам сказать-то? Так. Скажите епископу Лонгину. Я прошу у него благословения. Чтобы у меня нормально было в этом году с детьми. У меня нету ни детей. Сейчас работа не начата. И ни обслуги. И ничего нигде нету. Я ему кланяюсь за его труды низкоземным поклоном. И всей вашей братьей. Вы герои. Вы настоящие. Вы хорошие. Но монахи должны выйти на благовестие. Да благословит Господь всех. И вам Бог допоздаст милость свою. Благословляйте друг друга. Я мирянин. Не могу благословлять. Но в молитве всегда буду молиться о вас. Да благословит вас Господь Бог. Простите меня ради Христа. Если где-то что-то плохое слышали. Подал соблазн. Не в том, что я говорил. Я не знаю. Богу слава вовеки. Аминь. Буквей.